Всем привет! Прошлое видео про отличие американской школы от русской набрало просто те самые 100 лайков за 2 часа. Это было, ну, намного быстрее даже, чем в первом выпуске, потому что в первом выпуске было видно, что половина хочет, половина не хочет. Во втором все до конца заинтересовались. Он набирает просмотров намного быстрее, чем даже когда я выпускаю какое-то видео по теме, которая сейчас популярная. То есть это показывает ваш интерес. Я как только выпускаю, за первые 5 минут вы набираете 50 просмотров. По 10, каждые 6 секунд человек смотрит. То есть очень круто. И вы сами поднимаете статистику канала. Спасибо большое за вот такую вот активность. Я сегодня посмотрел и есть такой сервис, который помогает оценить и сравнить с другими каналами. Так вот, у меня активность на канале за весь месяц такая же, как активность на каналах в среднем со 100 тысячью подписчиками и даже у некоторых с миллионом. То есть вообще спасибо вам. Вот я могу сказать, что у меня суперактивная аудитория, которая дает мне по полмиллиона просмотров в месяц. Вот прям спасибо вам. И давайте приступим. Мне для вас не жалко фактов. И я подготовил еще. Давайте, если это видео наберет не 100, давайте уже 200 лайков, то я выпускаю еще одну часть про отличие американской школы от русской. И первый факт, что нету 1 сентября. Каждая школа плюс-минус разница в неделю, в две определяет, когда у нее будет 1 сентября, так сказать. Но у нас это всегда 1 сентября. Я тут, я не помню, я 15 августа пошел в школу. Это все потом там, тут больше каникул во время учебного года, поэтому именно те две недели августа, которые у вас забрали, потом уже потихоньку у вас возместятся каникулами, которые будут тут. Потому что у них там день благодарения, день там еще чего-то. И вы вот так вот будете нарабатывать свои каникулы, те же самые, которые вы типа пропустили в августе, не доотдыхали. И это тоже имеет свои плюсы. И также у них нет 1 сентября как праздника. Никто не стоит, не выступает, по новостям не показывают, везде прошло 1 сентября, все пришли с цветами. Я вообще не видел, никто с цветами не пришел. Да, я пришел получать расписание и там типа показали, рассказали немного про школу, так как я типа первокурсник, так сказать, в школе. Они называют фрешменом, типа тебя значит ты первокурсник, это переводится как первокурсник. Дальше в Америке никто не учится с первого по выпускной класс в одной школе. Вообще это можно понять так, что они переходят в школу другие, но на самом деле нет. У них такая система, что есть начальная школа с первого по какой-то там класс, я не помню. Потом средняя школа, а кажется с пятого по восьмой и с девятого по двенадцатый. В прошлом выпуске я говорил, что у них 12 классов. Так вот, я сейчас нахожусь в девятом по двенадцатый класс, это высшая школа и там учатся только те, кто, вы понимаете, с девятого по двенадцатый класс. Поэтому обязательный цикл каждого американского ребенка это поменять три школы за все время обучения. Учеников в классах перемешивают каждый год по-разному, потому что даже сейчас у меня есть шесть уроков и я вам рассказывал, что вы выбираете свои шесть уроков на год или на полгода. Я типа хотите, хочу на этот, на этот выбирайте. И понятное дело, что у разных детей отличаются разные вкусы на то, как пойти в школу. Он хочет биологию и химию, ты не любишь ни биологию, ни химию, поэтому ты идешь на математику, геометрию, алгебру, типа что хочешь, английские языки. И в итоге вы перемешиваетесь и нету такого дружного класса, как у нас. Это является минус, ты сдруживаешься с кем-то и вот у меня типа есть, я вам показывал Тим, с Тимом мы обедаем, мы встречаемся, у нас совпадает, я не помню. Два урока, да, в день, но в итоге мы вместе ходим на обед и в принципе так далее. Это сдруживаться не мешает, просто то, что нет такого цельного класса, это факт. То, что у нас типа класс, все друг друга обосрут, потом все друг друга помирятся. Тут нету, потому что за день ты считай, пересекаешься со 150 примерно детьми. В классах может быть по-разному. Вот на последнем моем уроке класс состоит всего из 7 человек. Потом на каком-то, я не помню, как называется урок, точнее не помню, как его перевести. В общем-то на нем вообще 35. То есть вот так вот колеблется по-разному. И я не видел минусов того, что там много детей или мало детей. К доске не вызывают. Вот, кстати, к доске не вызывают. Ты, если тебя и просят ответить, ты можешь отказаться. Например, читать у нас будет, типа, Дэниел. И я всегда читаю, типа, в чем мне нельзя не прочитать. Но кто не хочет читать, кто стеснительный по каким-то еще причинам, он говорит, нет, я не хочу. Она такая, не хочешь, давайте следующий. Есть желающие, нет желающих, давайте типа еще кого-то спросим. Нет, буду читать я, типа учительница. Вот так вот, никого не заставляют, к доске не выходишь, ты теоремы не пишешь, ничего такого не делаешь, то есть прикольно. Это определенный плюс. Я вообще скептически относился к тому, думал, да врут они все, что не вызывают к доске. Как это так, как они оценят? Нет, тесты дали тебе, все готово. Ты написал, показал свои знания, не надо выходить к доске. Очень круто. Если захотел, ответил, за это оценку получил. Но тебе не надо выходить к доске и позориться перед всем классом. Потому что потом и класс может подумать, что ты тупой, а ты просто не выучил. И учительница тебя обострет перед всем классом и скажет, что ты что-то неправильно сделал. Учителя более близки, можно сказать, к ученикам. Тем, что, например, учитель физры. Вот я все время у меня было сначала, я вам говорил, би из-за того, что я немного не понимал, что делать. Сначала по физре, да. Потому что там надо писать отзыв о том, как тебе было бежать, например, эти три километра. Ты пробегаешь три километра, пишешь свое время, и рядом стоит цель, за которую ты хотел пробежать. И там еще рефлекшн. Ты пишешь, типа, мне было тяжело и так далее. И я вот делал все правильно-правильно. И он, типа, такой один день проходит, отмечает, типа, оу, типа, Дэниел, крут, ватсап, бро. Типа, молодец, че, как, братан, ну, типа, у нас учителя так сделают. Нет. И они так ко многим, типа, оу, круто, привет. И с учителями можем поговорить. Вот учительница английского показывала семейные фотки нам, а мы показывали ей семейные фотки. Я не помню, мы еще о чем-то говорили. Ну, то есть, круто, это общение, даже похоже не на учителя, потому что у нас учитель, неважно, какой учитель, он просто будет тебя уже по умолчанию превосходить, типа, по нашим, вот, типа, меркам. А тут учитель, он просто с тобой общается. И, в принципе, у меня общая картина школы сложилась, что это образование в такой вот, типа, как полезно развивающей и позитивной схеме. Типа, тебе показывает, оп, у нас вот учитель математики, бывает, я не помню, или, наверное, раз в месяц, когда вычислительные задачки, он говорит, там, приносит пакет ММДЕМСа. Я такой, ну, да, типа, что нам с ним делать, пакет ММДЕМСа. Он говорит, посчитайте и выясните, сколько в процентном соотношении красных, сколько синих, зеленых и так далее. Мы посчитали, он дал, типа, кулечек, мы, типа, поняли, как перчатка. А потом говорит, вы можете съесть их. И я такой, вау, их можно съесть. И в итоге, сколько у нас было, кажется, 100 с копейками ММДЕМСа на 4 человека мы поделили в нашей команде. И по 25 ММДЕМСа, это, то есть, нормальная такая жменька. И отлично, то есть, было приятно, приятно, что учитель. И на днях тоже, типа, кто первый решил задачу, он, типа, конфету. Это, типа, знаете, как мне нравится то, что мне, короче, нравится учиться. Это все переходит в такую форму, когда ты задумываешься, типа, я это сделаю, чтобы, типа, ну, конфетка, ну, казалось бы, придешь домой и съешь ее. Но в то же время в школе, типа, оп, о, конфетка, я бы не против, не отказался. И в итоге, выходит, что мне нравится учиться. И я в Украине бы такого никогда не сказал. В классах нет нормальных в нашем понятии парт и досок. Доски вообще я видел только в некоторых. И то нет у них доски с мелом, вообще нигде не видел мел. Маркер и доска маркерная. Все. Это единственные доски, которые у них есть. И то не во всех кабинетах, потому что везде стоят проекторы. Учитель математики вообще у него графический планшет стоит, с которого передается изображение на, как его, на такую вот стену специальную и с проектором. Я забываю слова, как они говорятся. И он, короче, на этой своим графическом планшете пишет. И оно все отображается на проекторе, на стене нам. И мы просто смотрим и решаем задачи. Прикольно вообще. Если так подумать, и вправду, оценки все конфиденциальные. У нас, типа, оценки, говорю, ты 10, ты 9, ты 8. Тут нет, она не говорит. Я вот задумался от этого только, когда говорил материал. Ведь все-таки, да, никто не говорит твои оценки на слуху. Даже когда нам говорили оценки, раздают листочек, ты смотришь оценочку. Не хочешь, не рассказывай. Конечно, у меня хорошая оценка, я делюсь, да. Есть Энжел, я вам его... А, я вам его в видео не показывал. Вообще очень смешной парень. И у него плохие оценки, но он, типа, с нами делится оценками. Если хочешь, делись. Ну, типа, знаете, дело конфиденциальное. Хочешь, делись. Не хочешь, не делись. Я показываю оценки, он может не показать. А то у нас в классе, ха, двоечница, ла-ла-ла-ла. Никто тебя не обосрет. У тебя чисто конфиденциальная оценка, которую ты знаешь и можешь никому не говорить. Это плюс, наверное, ну, в принципе, всем. Но если у тебя хорошая оценка, зачем ее скрывать? И последнее на сегодня это безопасность, вертолеты и все такое. Так называется мой подпункт. В общем-то, когда кто-то, какой-то преступник ходил возле нашей школы и кого-то там ранил, его искали. Он ранил полицейского где-то там в двух километрах от нас. Его искали, его заметили возле нашей школы. Пролетает вертолет. Вертолет. Я у нас ни разу полицейского вертолета не видел. И начинает, типа, вжин, вжин, что-то снизу мигать. Один из учеников кричит, коуч, коуч, три свистка и все просто побежали. Побежали, знаете, централизованно. Если ты сидишь у тебя в классе, тебя закрывают на замок в классе, шторы занавешиваются, все, безопасность. И вокруг курируют полиция и охранники. И вот мы, например, были на физре на природе. Ну, как сказать на природе, на поле с травой. И все просто побежали и все. И нас закрывают, можно сказать, в бронированном спортзале. Просто изнутри, снаружи ты его не откроешь. И все, и мы в безопасности, и мы сидим, пока по рациям не скажут, можете выходить. Ну, у нас такого уровня безопасности нет. Если подумать, у нас стоит один толстый охранник, и второй ему на подстраховку тоже толстый охранник. Тут, если берут охранников, то они типа в нормальной физической подготовке. Хотя, странно, тут должны быть все толстые. Ну, в общем-то, с безопасностью, да. И я на днях такое видел. Резко, я думаю, все, блин, вирус на телефоне. Я сто лет вирусом на телефоне не заражался. И смотрю, тут какое-то, я не помню, как он называется, но сообщение. Тревога, тревога. Форд Фокус 2008 года возле Сан-Франциско. Украл девочку. Я такой думаю, что. Я запомнил, как называлось номер тревоги. Как его название. Вбил в гугл. Оказывается, если ребенка крадут какого-нибудь, то и родители говорят, моего ребенка украли, такой-то, такой-то видели там. То всем в радиусе 100 километров рассылается сообщение. Вот такой вот Форд Фокус 2008 года с девочкой. Украли. И в итоге ты, я как читал, это была специальная схема, благодаря которой ты как бы становишься частью полиции. Ты понимаешь, я видел его здесь. Звонишь полиции. Они знают, ты говоришь адрес, они, значит, уже где-то тут ищут. Повторяют, например, запрос. Кто-то говорит, я видел еще. Это продвигает, это помогает. В общем-то, к полиции у них претензий нет. Я не знаю по каким причинам, но я видел, как задерживают какого-то человека. Так это было настолько моментально, настолько профессионально и быстро, что я не успел моргнуть, как уже тот, кого надо было задержать. Просто в машину посадили. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте 200 лайков и следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.